Мир вам, братья и сестры! Великие чудные дела нашего Бога, потому что Он свят. Слава Ему! Слава Ему! Об этом я хочу сегодня и говорить. Давайте мы откроем исход. Откроем исход. Женя уже немножко упоминал. Женя уже говорил об этом, о том жертвеннике, который там был поставлен. Для того, чтобы когда-то в градущих веках, когда сменяется поколение поколением, могли вспомнить и спросить, о чем это? Что это такое? Это великие дела нашего Бога, друзья. Слава Ему за это! Давайте мы, вернее, 12 глава, 26 стих, я хочу прочитать. «И когда скажут вам дети ваши», то есть, спросят вас, что это за служение? Когда дети спросят вас, что это за служение? Я хочу сегодня говорить о том, какая разница этого служения по отношению к другим служениям. Мы недавно имели служения новогодние, мы имели служения рождественские, мы имели служения Thanksgiving не так уж давно, но это служение отличается от всех служений, которые мы имели. Правда? Я хочу вам сказать, я так смотрю по родам, бывает у нас здесь все скамейки заняты, но кто-то из вас привык сидеть на одном месте, правда? Если возле вас, это моя просьба к вам, если возле вас сегодня пустое место, и кто-то не пришел, то на следующее воскресенье, или еще на следующее, если он придет, скажите ему, пожалуйста, позапрошлое воскресенье, или прошлое, было особенное служение, которое отличается от всех остальных служений. Хорошо? Спасибо. Не забудьте, сделайте это. Потому что мы сейчас будем читать места и узнаем, что это служение, прежде всего, нужно нам. Не мы являемся автором этого, этого служения, оно всемогущий, как мы уже пели, великий и вечный Бог. Он предложил это служение, и кто получает бенефит от этого служения, прежде всего, он или мы с вами? Дорогие друзья, обязательно напомните вашему соседу, не пропускай великого служения, потому что оно прежде всего нужно тебе, детям твоим, внукам твоим, соседям твоим, сотрудникам на работе, особенно хочу сказать, братьям-тракистам и вашим женам, оно нужно тем, кто рядом с вами едет, спереди, сзаду, вы знаете, я много проездил за рулем на траке, много, я не считал, но с 92-го года я как-то в этом был задействован и много проездил, и очень много видел разных ситуаций, но только лишь потому, что я всегда дорожил этим служением, и моя жена, я просто видел вот эту ограду, я позже буду читать об этой ограде, которая поставлена вокруг нас, вокруг вас, вечный Бог поставил его для того, чтобы ограждать, вы помните, я буду читать, но я сейчас скажу своими словами, был такой праведник на земле Иов, и там в первых стихах, в первой главе, описывается вкратце его характеристика, которую дает Бог по отношению Иова, а потом чуть дальше, это все настолько привело в ревность самого князя тьмы, века сего, что он, придя при лице Божьем, вместе с другими ангелами, он начал просто жаловаться Богу и говорить, не ты ли это сделал, оградил его, его дом, семью, бизнес, делорук его, ты же все это сделал. Друзья мои, я буду читать, какова причина всему этому, почему это было сделано, потому что этот человек что-то делал, он отличал служение его сыновей, дочерей, и у него было особенное служение. Давайте мы прочитаем с вами, а в самом деле, что же это за служение. И Бог сказал Моисею и Аарону, чтобы они сказали своим детям, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы ваши избавил, и преклонился народ и поклонился. Наш Бог достоин того, чтобы мы идем ли мы, едем ли за рулем, в своих сердцах всегда имели чувство поклонения в Родево святым величием. Я прочитаю еще седьмой стих. А как же это на самом деле было? Я несколько лет назад читал уже с этого места, но хочу вам сказать, мне так нравится это, мне так нравится это, когда я вижу вокруг себя людей в депрессиях, в страданиях, а я могу встать утром, поднять руки к небу и преклониться перед ним и возблагодарить его за то, что он так давно когда-то позаботился о нас с вами. И Бог сказал Моисею, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках. Седьмой стих, двенадцатая глава. И на перекладине дверей в домах, где будут есть его, тринадцатый стих, и будет у вас кровь знамение на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Давайте мы еще откроем Левитам, семнадцатая глава. Левитам. Левитам, семнадцатая глава, одиннадцатый стих. Потому что душа, тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Вот это кровь. Да, это плод виноградной лозы, но после молитвы мы принимаем ее верой, как кровь спасителя нашего Иисуса Христа. Четырнадцатый стих. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Дорогие друзья, Бог позаботился тогда, когда еще так много пройдет лет, когда сын его придет на землю и прольет свою кровь. Бог, сотворивший небо и землю, сотворивший человека, мужчину и женщину, общаясь с ними там в прохладе дня, однажды позвал и спросил, Адам, где ты? Он сегодня зовет каждого из нас. Он даже зовет тех, кто имеет по обыкновению своему это обыкновение неправильное, не приходить на собрание, когда тут есть это особенное служение. Он и тех сегодня зовет, где ты? Он позвал когда-то Адама, и Адам сказал, я убоялся тебя. Кто-то из наших друзей скажет, я убоялся тебя, я поссорился с женой или жена с мужем и потом не пришел на собрание преломления. Может такое быть, правда? Меня огорчил сосед или я на работе поругался. И потому я не буду принимать преломления. Друзья мои, когда-то подобное случилось с Адамом, но там была причина гораздо, гораздо серьезной. И Адам сказал, я скрылся, потому что я испугался. Ты великий и страшный Бог. Он до того не знал, что он великий и страшный, знал его любящего, приятного Бога, который любит его и жаждет общения с ним. Он сегодня жаждет общения с каждым из нас. Слава Богу! И когда Бог сказал Адам, что же ты сделал? Разве Бог не знал? И Адам начал отправлять вину. Это жена, которую ты дал мне. Что ты сделала, Ева? Это он, это змей. Ну и Бог, тогда разобравшись с каждым из них, Он сказал сначала змею, что он сделал и что он получит за это в награду. Затем Он сказал Еве, что она поменяла и что она приобрела. Затем Он сказал Адаму, что он потерял и что он унаследует за это. Но после того наш Бог не остановился. Он посмотрел на это печальное состояние человека и, конечно же, начал искать пути помочь ему. И тогда, мы ждали сейчас в Левит, я сделал это для того, чтобы вы могли на жертв что-то принести. Потому что кровь вся очищает ваши души. Можете сказать вашим соседям, которых сегодня нет. Ты мог бы очистить свою душу. Извиняюсь. Ты прежде всего мог бы очистить свою душу. Друзья мои, хочу признаться вам. Беседую я с пожилыми людьми преклонного возраста, которые всегда имели правильную цену этому служению. Я имел одного друга американца Менонита, я когда-то говорил, он никогда в своей жизни не пропустил преломления. Менониту два раза в год, весной и осенью. Он за все свои годы ему было за 90, ни разу не пропустил. И он рассказывал, я ощущал это в своей жизни, я видел это, как работает кровь. Друзья мои, я сейчас говорю о крови очищающей, о крови, которая приносит вам мир, которая очищает ваши души, когда вы вспельчивы, она дает вам терпение, когда вы раздражительны, она приносит вам покой, когда вы обманщик, она обличает вас, когда ваши соседи на вас нападают, Бог примирает их, так вот, благодаря этой крови, поверьте, она работает, она работала всегда, и мы сейчас будем слушать в жизни одного человека из Старого Завета, и этот человек мне рассказывал много о том, как он дорожил своей жизни кровью, и Бог сказал, это для вас, это для ваших душ, чтобы их очистить, вы когда-нибудь замечали, когда ваша душа загружена обидой, завистью, зложеланием, недовольством, что сусед купил новый дом или новую машину, что-то подобное, вы замечали когда-нибудь, как это тяжело, но когда вы участвуете регулярно в преломлении, когда вы принимаете кровь в свою жизнь, вы избавляетесь всего этого, оно оставляет вас, и в вашу жизнь приходит полный мир, этот великий, могущественный мир Божий, и он приносит вам радость, успокоение, даже во времена, когда тревога, когда рядом падают люди, когда рядом страдают люди, они ищут вас, им даже приятно посидеть у вашего порога, побеседовать с вами, провести хоть короткое время, вы когда-нибудь замечали это? Хочу вам сказать, кровь работает, давайте мы с вами откроем книгу Иова, этот старозаветный праведник, которого сам Бог назвал один из троих праведников Старого Завета, Иезакия 14 глава 14 стих, о нем говорится там, что Бог их признал, давайте прочитаем вкратце и порассуждаем над этим, был человек в земле уц имя его Иов И был человек этот непорочен справедлив и богобоязнен и удаляющийся от зла И родились у него семь сыновей и три дочери тут перечисляется имение его большое я читаю 4 стих сыновья его сходили сделая пиры каждый в своем доме свой день и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними когда круг першинства дней совершался Иов посылал за ними и освящал их и вставая рано утром возносил все сожжения по числу всех их ибо говорил Иов может быть сыновья мои согрешили и погалили Бога в сердце своем так делал Иов во все такие дни вы знаете друзья ничего не говорится в Библии насколько сыновья и дочери Иова знали Бога насколько они поклонялись Ему об этом не говорится по всей вероятности они привыкли проводить жизнь веселую и может быть распутную и может быть абсолютно серьезно не принимали то к чему так серьезно относился их отец я говорю нам сегодня о наших сегодняшних днях кое у кого у вас есть взрослые дети и они живя в этой стране в полном довольстве в изобилии может быть относятся и несерьезно но я сейчас хочу обратиться к матерям и отцам таковых семей вы знаете друзья Иов тут не написано что он постоянно обличал их тут не написано что он спорил с ними скандалил доказывал о том что дорогие вам нужен бог но он хорошо знал что есть нечто сильнее что будет работать что будет являться и вы знаете когда мы читали там в исход когда бог заповедал народу израильскому брать эту кровь и мазать косяки вверх левый правый косяк порог не мазался потому что кров это святыня и бог заповедал относиться весьма брешно и на полной серьезности посему мазались косяки и когда падали поражены были тысячи египтян никто из евреев не был поражен потому что ангел губитель смотрел на эти косяки и проходил мимо и проходил мимо я когда-то говорил на эту тему вспоминая о своей молодой службе в армии вспоминая мои братья и сестры говорили мне мать встает каждую ночь отец молится каждый день я был один из своих братьев кто пошел в армию мои братья они служили и потом родители сильно переживали и они ежедневно еженочно мастили косяки мастили косяки своего дома ходатайствуя за своих детей я хочу вам сказать друзья это делал Иов он он вставал рано утром может быть сыновья его и дочера после такого вечера еще спали но он имея вот этот жертвенник мы читали в любите это вам дал для жертвенника он брал ягненка приносил туда зажигал и вот это благоухание возносилось к Богу это так нравится Богу когда люди употребляют кровь тогда давно это была кровь животных но это всегда указывало нам всегда указывало людям живущим тогда что пройдут годы и на эту землю придет тот кто больше не будет проливать крови животных но прольет свою слава Иисусу Христу за это что он пришел вы знаете и Иов это делал и дьяволу не понравилось мы читаем в 10 стихе он жалуется Богу и говорит почему ты так это лишь потому что ты так сделал ты поставил эту граду я хочу сказать друзья мои кровь на косяках ваших домов это ваша молитва это ваша жертва хвалы плод ваших уст прославляющая Бога за то что он совершил в своем сыне Иисусе делайте это невзирая на бурь вокруг делайте это невзирая на то что ваши сыновья и дочери не служат Богу мазайте косяки ваших домов если ваш муж приобрел компанию и начал выпивать делайте это жены не бойтесь никого и не стесняйтесь делайте если ваша жена увлекается тем чем не увлекалась 5-10 лет назад мужья делайте это мазайте косяки ваших домов применяйте кровь завета она сильна она сильна она все может сделать в нашей жизни друзья мои Ио берет эту кровь и мажет косяки своего дома и дьявол жалуется Богу не ты ли окружил и поставил ограду как я уже говорил вокруг всего что у него есть а попробуй забери все это наш Бог он суверенный Бог он не стал спорить с дьяволом он сказал ему хорошо я отдаю в твои руки все что у него есть но его сбереги это очень была приятная новость для дьявола запомните друзья будьте в этом уверены если Бог не позволит ему касаться нас детей Божьих то он ничего не сможет сделать прочитайте внимательно книгу Иова этот страдалец оказался вот на этой платформе правосудия Божьего где пришел клеветник на братья наших на наш и начал клеветать и Бог прежде чем он пришлет своего сына концу веков чтобы окончательно сразить клеветника и властно подать позор и отнять ключи смерти и ада он тогда нашел человека в котором он был уверен и сказал можешь попробовать что-то сделать с этим человеком дьявол и дьявол как вы знаете он приступил и моментально он специалист вы знаете когда он приходит когда мы ему даем место запомните что я сейчас скажу когда мы пренебрегаем игнорируем кровью завета это называется мы даем место дьяволу в своей жизни кто с этим согласен есть люди которые согласны с этим поднимите пожалуйста руку я хочу увидеть слава богу я так вам благодарен верьте в это потому что если мы пренебрегаем кровь завета мы не вот что ее ставим она наравне всего другого но я хочу сказать нет это есть все для нас в нашей жизни друзья мои это ваше здоровье это ваша жизнь это ваш успех это ваша ограда вокруг ваших домов вокруг ваших семей не внимайте друзья мои хочу признаться я сам иногда переживаю о многих вещах я знаю что никто сейчас руку не поднимет хочу задать вам вопрос есть на этом месте люди у которых в жизни нет ничего того чего обременяет вашу душу и вы хотели быть что-то с этим сделать изменить но оно пока остается так спасибо я знаю что нет я тоже такой меня иногда нет что так сильно променяет я хотел бы изменить но время идет что-то меняется но не так как мне нравится мы проходим эту школу но хочу вам сказать самое главное то что мы в завете друзья мои вы сегодня пришли не только очистить ваши души вы сегодня пришли возобновить ваш завет всемогущим богом применяя кровь сына его принимая ее слава иисусу христу за это вы скажете так минуточку но сыновья его погибли друзья мои это абсолютно не имеет вы заметили в 10 стихе что дьявол добивался он официально объявлял боже ты поставил ограду вокруг него ты его оградил он же сам доказывает извиняюсь что божья охрана была над его семьей но случилось нечто и мы можем увидеть что бог нашел этого человека достойным чтобы он зашел на этот триумф чтобы доказать князю тьмы как я уже говорил что есть у него люди которые были есть и будут которые не будут игнорировать которые не будут пренебрегать кровью завета таким человеком был Иов и даже потом когда он оказался заметьте что произошло не удовлетворился этим оригинал говорит что предводитель сил зла он пришел пред бога он этим не удовлетворился он пришел и говорит знаешь боже я понял теперь но за свою кожу человек отдать все за свое здоровье человек может пойти на все и бог сказал ему заметьте что он ему сказал я отдаю тебе но только души его крови его как мы в лифт читали душа в крови но только души его крови его ты не имеешь права касаться это тебе не принадлежит это еще нам говорит о том что всемогущий бог является не только автором но полным властелином наших судьб наших жизней если он не позволит поверьте друзья много раз я слушал свидетельства вспоминаю даже один из великих проповедников не так давно его мать умерла очень преклонном возрасте я ее посетила и было много лет и было под сто и спрашиваю мама что тебя болит а она говорит ты знаешь сын ничего не болит просто чувствует старость силой оставляет но ничего не болит и он говорит вы знаете моя мать я никогда не помню чтобы она пропустила проломление я ни разу в своей жизни этого не помню я вам хочу сказать кровь завета сильна кровь завета сильна друзья не игнорируйте помогайте всем давайте привознесем это служение это служение особенное это служение отличается от других служений брат Женя читал что этот жертвенник стоял вы знаете я бы хотел сегодня остановиться чуть больше именно на жертвеннике потому что сам Бог является автором жертвенника не человек когда он увидел в этом положении первого человека он пошел чтобы помочь ему и тогда без крови без жертвенника не обошлось Бог должен был взять животное и Библия нам очень кратко говорит но он принес ему одежду Адаму и Еве принес им одежду кто-то умер кто-то пролил кровь и так кровь уже тогда говорила Адам Ева когда-то придет тот кто поправит положение всего человечества к концу веков надейтесь уповайте если мы друзья никогда не видели я предлагаю вам тут на сад Мизури город Брэнсон тут есть такая сцена Библия на сцене и там показывало этот был такой ну как назвать правильное шоу такое и там много людей участвует в этом называется что было в начале я вспоминаю когда мы были там и когда там показывалось грехопадение когда человек пал и когда был изнан едемского рая это просто настолько вдохновительно оно полностью идет по Библии но я особенно запомнил когда умирал Адам и Ева сидела и он ее в ее печали поддерживал Ева я помню там было такое большое дерево и там были ветви и там указывалось Авель Енох все праведники которые вели это дерево указывалось что когда-то придет тот кто отменит все жертвоприношения кто совершит последнее жертвоприношение на жертвеннике и это будет гора Голгофа слава Богу за Голгофу бегите к этой горе друзья мои и Адам говорит Ева не плачь Ева он придет Ева взирай вот он вот он и показывал на эти ветви он идет за тем он идет за тем он идет за тем он указывал на своих детей на своих потомков что он придет друзья мои мы когда-то придем в вечность мы когда-то в вечности встретимся с ними на тех которые ранее уповали на Христа Библия говорит на всех старозаветных праведников дорогие друзья на сегодня мы есть там где мы есть сегодня мы живем в то время как говорится в деянии о Давиде Давид в свое время послужил Божьему изволению сегодня мы есть здесь давайте послужим Божьему изволению давайте вопреки бушующих ветров вокруг нас и наших домов мы будем мазать косяки наших домов мы будем возносить Богу хвалу прославления плод уст наших мы будем свидетельствовать о его любви к человеку мы будем это нести всем окружающим людям и этим самым мы исполним Божье повеление Божью волю выполним а сейчас перед молитвой я хотел бы прочитать с вами один стих записанный в книге Матфея 26 глава 28 стих Иисус Христос говорит вы знаете я вчера вечером смотрел на заветы которые Бог заключал начиная от первых людей Он сказал в радуге я когда увижу радугу то я вспомню я больше не буду истреблять людей водами затем дальше мы смотрим он заключил завет с Авраамом и пообещал ему назвал его своим другом и мы дальше смотрим со многими людьми Бог заключал завет я хочу я хочу сказать вы полноценные дети вы не орфен вы не усиновленные дочери и сыновья вы биологические дети живого великого и святого Бога только лишь потому что было за вас за меня пролито кров человека который на этой земле не совершил ни одного греха и он говорит ибо сия вот эта чаша там она имеет внутри вот это содержимое что тут написано оно называется есть кров моя он говорит нового завета и вы есть те с кем заключен новый завет и эта кров пролита за весь мир она пролита за меня и за вас для того чтобы сегодня мы придя сюда могли сказать ему благодарю 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 давайте преклоним колени